Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Тотальный контроль в торговых объектах страны продолжаются мониторинги. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ рабочим группам. Есть ли нарушители? Погорел на взятке. В Бобруске вынесли приговор начальнику филиала автоучебного комбината. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы срока на 4 года. Деньги решают все? Новая жизнь древних традиций в глуши прошел фестиваль народного творчества. Нам секретов не жалко ни до кого. Приходите, любой мастер-класс дадим. Из каких районов съехались гости? А также государственная безопасность, накопительная пенсия и чемпионское золото. Белорусские паралимпийцы успешно выступили на играх в Сочи. Кто оказался бесспорным лидером? Формирование группировки союзного государства. Президент провел совещание по вопросам безопасности. Александр Лукашенко дал совет нашим гражданам, что делать в такой обстановке. Каждому на своем месте заниматься своим делом. А задача военных – не допустить войны на территории Беларуси. По словам главы государства, необходимо заблаговременно придумать, как противостоять попыткам втянуть страну в чужую борьбу. Также главнокомандующий предостерег Украину от возможного нанесения удара по Беларуси. Вчера уже по неофициальным каналам, насколько там было возможно, нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Ну, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2. До меня была немедленно доведена эта информация, не по вашей линии. Еще раз подчеркиваю так, используют уже контакты, можно сказать, личного характера. Мой ответ был прост. Доведите президента Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост, им покажутся цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Президент поручил на самом высоком уровне, особенно на крупных предприятиях, информировать население об обстановке. Белорусский лидер также рассказал, что уже решил вопрос с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. И напомнил, договоренность о проведении совещания была озвучена на встрече главы государства с военными в Центре стратегического управления в Минобороны, чтобы еще раз обсудить предложения, которые касаются обеспечения безопасности. Свободу не купишь. В Бобруйске вынесли приговор начальнику филиала автоучебного комбината. С января по апрель обвиняемый четырежды брал взятки за благоприятное решение вопросов, которые входили в его компетенцию, и выдавал свидетельства без прохождения обучения и сдачи соответствующих экзаменов. Вину мужчина признал, доход, полученный преступным путем, возместил. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 400 базовых величин с лишением права занимать организационно-распорядительные должности сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке. От овощей до ювелирки в торговых объектах страны продолжаются мониторинги цен. Создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики. Накануне уже установлены нарушители в одном из магазинов «Лиды». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. В Могилевской области компания продавала плодоовощную продукцию в сотни раз превышавшая стоимость. Ущерб государству по предварительным подсчетам более 10 тысяч рублей. Хотелось бы обратить внимание также субъектов хозяйства, что в связи с мониторингом им необходимо обеспечить беспрепятственный доступ рабочим группам и также представление оперативной информации, которая будет необходима. Это сбережет также время и как субъектам, так и нам. Сообщить о росте стоимости может любой желающий. Для этого можно заполнить специальную анкету на сайте Март. В обручании могут позвонить также на горячую линию номер 68-00-43. Правительство, в свою очередь, должно до 20 октября утвердить и ввести в действие систему регулирования цен. Аграрные успехи, родительская неделя и грибной сезон. В белорусских лесах стали чаще теряться люди. Какие советы могут спасти жизнь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси активными темпами идет уборка урожая. Аграрии собирают лук, картофель и сахарную свеклу. Закладка в стабилизационные фонды продолжается по всей стране. Объемы значительно увеличены. По картофелю показатель вырос почти в два раза. Капусты в полтора. По новой программе пенсионного страхования за неделю белорусы заключили более тысячи договоров. Чтобы вступить в нее, нужно определиться с процентом ежемесячных отчислений и зарплаты от 1 до 10. Предприятие, где трудится работник, также будет делать взнос с травиту, но не более 3%. В лесах стали чаще теряться грибники. За сезон уже свыше 300 человек. Сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой мобильный телефон, запас питьевой воды и еды, а также теплые вещи. В массивах лучше ориентироваться по квартальным столбам, вырубкам и тропинкам. Они помогут быстрее выбраться. В Беларуси проведут родительскую неделю. Повсеместно запланированы конкурсы, круглые столы и прямые телефонные линии по вопросам государственной поддержки семей. День матери, напомним, традиционно отмечается 14 октября, а новый праздник – День отца – 21 числа. Белорусские паралимпийцы успешно выступили на играх в Сочи. Завоевали 64 награды. Бесспорным лидером команды стал пловец Игорь Бокий. В его копилке шесть золотых и одна серебряная медаль. Алексей Талай в своем классе установил новый мировой рекорд в плавании. В общем зачете наша сборная заняла второе место. Ничего святого, в Бобруйске повредили мемориал. Памятник жертвам фашизма Полый. От попадания листвы и другого мусора его защищает металлическая сетка, которая оказалась внутри. Вандализме свидетельствуют сломанные крепежи и погнутая решетка. Детали специалисты уже извлекли. На этой неделе изготовят новую конструкцию и восстановят комплекс. Мы постоянно везем мониторинг всех памятников в городе Бобруйске. На постоянной основе производится, визуально их осматриваем. Если мы находим какие-то дефекты, повреждения, то стараемся это в кратчайшие сроки устранить. Ну и также перед большими какими-то праздниками мы занимаемся их покраской, уборкой в том числе. Напомним, мемориальный комплекс создал заслуженный архитектор Белоруссии Леонид Левин еще в 2014-м. Воздвигнут он на месте лагеря для военнопленных, который размещался здесь в первый год войны. Братская могила стала последней колыбелью для 560 красноармейцев и 95 гражданских. Колоритный хендмейт, национальный фудкорт и фольклорное шоу. На выходные глушанский хуторок собрал гостей уже в 13-й раз. Здесь развернулись мини-выставки, город мастеров, концертная площадка и сельхоз-ярмарка. Работников культуры в честь профессионального праздника встречались с дипломами и караваями. О народных промыслах Татьяна Горбач. В его умелых руках оживает глина. Народный мастер Белоруссии Александр Орлов изготавливает керамику по древним рецептам. Обваривает в парном молоке, задымливает и придает пластичному материалу любую форму. Гончарному искусству посвятил целых 34 года. На фестивале творчества и ремесел его кувшины, горлачики, гляки, горшочки и бочонки разлетаются, как горячие пирожки. Уча учеников, очень много уже последователей моих, выпускников. Не все стали керамистами, но я их научил аккуратности, терпению, любви к искусству. Нам секретов не жалко ни для кого. Приходите, в любой мастер-класс дадим. Глушанский хуторок принимает гостей в 13-й раз. Творческие коллективы из Бобруйска, Осиповического, Чаусского, Кличевского, Мстиславского и Глузского районов встречают громкими аплодисментами и пшеничными караваями. Не обходится здесь без наград в честь Дня работников культуры. Грамотам и благодарностям нет числа. После – галоконцерт и конкурс театрализованных презентаций народных обрядов. Это очень значимый праздник для поселка Глуша и в целом для Бобруйского района. Сюда приезжают люди с разных регионов Могилевской области. И не только, чтобы показать свои умения, посмотреть на умения местных мастеров. Центральная библиотека Бобруйского района представляет выставку «Жестокая правда войны Олеся Адамовича». Глуша – малая родина писателя. Авторы таких известных книг, как «Сыновья уходят в бой», «Хатынская повесть» и «Я из огненной деревни». Произведения публицисты переведены более чем на 20 языков. В его честь в поселке названа улица и остановка. Сохранился дом Адамовича и аптека. В перспективе – установка бюста и открытие музея. Очень рада, что есть такой Глушанский хуторок, который набирает все большую известность в республике. Я практически бываю здесь каждый год благодарна тому человеку, который это придумал. Вот эти плакаты – это я делала по просьбе Дома культуры Глушанского. Чего здесь только нет. Фантастические картины из бисера, вышивка крестиком и вязаные игрушки. От хендмейда невозможно оторвать взгляд. Оригинальные деревянные шкатулки и ключницы, соломенные корзины на любой вкус и кошелек. Изящные сувениры и букеты из мыло ручной работы, пропитанные эфирными маслами и любовью мастера. На деревенском подворье можно попить ароматный чай из настоящего самовара, угоститься пирогом из тыквы и ощутить все гостеприимство в белорусской глубинке. Гости фестиваля лакомятся блюдами национальной кухни и закупаются свежими овощами на сельхоз-ярмарке. Самые смелые поднимаются в небо на самолетах Бобруйского аэроклуба, чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться бескрайними просторами Малой Родины и испытать чувство гордости за богатые таланты нашей страны. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!